С помощью активистов, горожан города, мы на краудфандинге собрали необходимую сумму для изготовления и установки 8 больших теплых домиков для бездомных животных. Откуда вообще появилась эта идея? Мы хотели помочь бездомным котам, которых в прошлом году было около 90 штук, и они жили в районе склона Французского бульвара. Конечно, сразу найти дом 90 котам в преддверии холодово было достаточно трудно, поэтому мы решили вопрос чуть-чуть проще, чтобы спасти животных и потихоньку, конечно, их реабилитировать. Мы решили установить для них теплые домики, чтобы они перезимовали зиму. Олександр завжди мрієв допомагати бездомным тваринам. Головная его мета – створить притулок для котов и собак. Поки мрія ще не здійснилась, Олександр власноруч конструює та виготовляє будиночки для зимовки тварин. Перший він змейстрував ще у дитинстві. Делал, но их ломали обычно. Во дворе их ломали. Выбрасывали день-два, а их нет. А этот уже простоял? Ну, эти, скажем так, были в таких местах стояли, где люди подкармливают животных, следят. То есть места не просто возле дома, где они всем мешают, а на отдалении от людей. То есть, как бы, они еще сохранялись. Юное поколение теж співчуває бездомным тваринкам. Вони майструють мині будиночки для вуличных котов. Аби компенсувати витрати на матеріали, такі чудові будиночки ще й роблять на замовлення для домашних улюбленців. Мы делаем домики из фанеры, устанавливаем в разных местах нашего города. Также мы делаем такие домики на заказ и кошкам, которые живут в домах у людей. Они сделаны как конструктор, то есть они разбираются, и мы сами собираем каждый домик. Мы хотим, чтобы в нашем городе все относились к животным хорошо, и чтобы животным тоже было тепло и уютно. Вусаті-полосаті вже зацікавились новими будиночками. Щепак, там для них і ласачі приготували, насипали котячого корму. Також волонтери запевняють, що з часом будуть отеплювати конструкцію соломою та пінопластом, які зберігають тепло і швидко сохнуть. Олена Попель, Евгенія Швіц, Факти.